Государство тщательно заботится о своих гражданах. Если по каким-либо причинам жители Фокина нуждаются в получении дополнительного профессионального образования для увеличения дохода семьи, они могут подать документы на государственную услугу по получению выплаты социальной помощи на основании социального контракта. О том, какая категория граждан может обратиться за услугой, в нашем следующем сюжете, который выходит в рамках проекта «Государственные услуги. Доступны каждому». Государственная услуга по получению выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта – новая услуга, которую предоставляет жителям Фокина многофункциональный центр. Если ранее заполнить заявление можно было только обратившись в Департамент труда и социального развития Приморского края, то теперь достаточно прийти на прием к сотруднику МФЦ. Однако не все граждане могут претендовать на данную услугу. Получателем данной услуги могут быть заявители, «Малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин, имеющий по независимым от них причинам среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае, и проживающий на территории Приморского края». В состав малоимущей семьи при предъявлении услуги входят совместно проживающие супруги и их дети, родители супругов, а также усыновленные пасынки и падчерицы. При расчете среднедушевого дохода состав семьи не включается. Военнослужащие, проходящие военную службу по призу в качестве сержанцев, старшин, солдатов или матросов, а также военнослужащие, обучающие в военных профессиональных организациях и военных образовательных организациях высшего образования, не заключившие контракт о прохождении военной службы. Лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в отношении которых принято мера пресечения в виде заключения под стражу, а также лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда, лица, находящиеся на полном государственном обеспечении. Для оформления государственной услуги жителю Фокина необходимо при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении на детей, по квартирную карточку, а также справку о заработной плате. А также документы, подтверждающие доходы заявителей каждого члена его семьи за последние три месяца, предшествующий месяц обращения, в том числе и о размерах различных субсидий, пособий, алиментов, ежемесячных компенсационных выплатов различного характера, доходов от имущества, принадлежащих на праве собственности семье и отдельным членам семьи, доходы от реализации сдачи в аренду наем недвижимого имущества, доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства и других доходов. К другим доходам также относятся это сведения о банковских процентах с расчетных счетов, оплата по работ по договорам, заключенных в соответствии с гражданским законодательством, материальная помощь, которая оказывается работодателями, любые авторские вознаграждения. Социальный контракт дает возможность гражданам получить помощь от государства в виде денежных выплат, социальной помощи, либо в виде необходимых товаров для увеличения дохода семьи. Однако при оформлении заявления на услугу заявитель должен точно знать, какую помощь он желает получить. Если это человек, который занимается личным пособным хозяйством, и, например, ему необходимо приобрести какую-то косилку либо какое-то оборудование, то, соответственно, он должен предъявить документы, правоустанавливающие на земельный участок, на котором он действительно занимается своим личным подсобным хозяйством. И причем в этих документах должно быть прописано, что это цель предоставления для ведения личного подсобного хозяйства. Если кому-то из членов семьи требуется для того, чтобы повысить доход семьи, необходимо изменить образование, то есть государство предоставляет по социальному контракту дополнительное образование. Но для этого, соответственно, нужно иметь какое-то базовое образование. Поэтому в этом случае предъявляется какой-то документ уже об имеющемся образовании. Срок рассмотрения заявления – 10 рабочих дней. В случае положительного решения заявителю придет уведомление о заключении социального контракта. Сотрудники МФЦ сообщили, что в Приморском крае нуждающиеся семьи больше всего обращаются за услугой в целях получения дополнительного образования для увеличения дохода семьи. В основном на нашей территории это желают получить дополнительное профессиональное образование. каких-то обращений, связанных с введением личного подсобного хозяйства, либо с предпринимательской деятельностью не было. Но также, если заявитель желает повысить доход своей семьи путем занятия каким-то видом предпринимательской деятельности, то к перечню документов еще добавляется разработанный им бизнес-план. Со всеми расчетами, из которых будет видно, каким способом будет получаться этот доход. Стоит отметить, что заявление оформляет на приеме специалистов МФЦ, которые также сможет и помочь заявителю в случае возникновения вопросов по государственной услуге.